Для флористов 1 сентября после 8 марта второй по значимости праздник. Дарить цветы учителям – старая добрая традиция. Какие букеты сейчас в моде и что нужно знать, выбирая цветы в День знаний, расскажет Юлана Чаус. Цветы – неувидающая классика, потому правильно выбранный букет на 1 сентября – не только приятный комплимент учителю, но возможность проявить свою индивидуальность и сделать этот день по-настоящему праздничным. Думаете, нельзя на 1 сентября без букета? Нет, это однозначно внимание учителю, тем более мы идем в первый класс, мы хотим. Я думаю, всегда приятно от женщины получить букет цветов. Потому к 1 сентября флористы готовятся не меньше учителей, нужно удивить и школьников, и педагогов. Популярными в последнее время становятся тематические атрибуты. К 1 сентября в ход идут крафт-бумага с прописями и вся школьная канцелярия. Первые сентябрьские букеты всегда отличались простотой и яркими цветами. Наша фишка в том, что мы еще добавляем в них школьные предметы и использование школьной тематики. То есть это завораживает, впечатляет и в принципе практично. Традиционно осенние астры и гладиолусы остаются в прошлом. Будущее за оригинальными букетами. Цветочный подарок должен быть достойным, но не вычурным. Элегантным, но не блеклым. Очень хорошо в букетах смотрятся герберы. Такие вот есть маленькие мини-герберки желтенькие. И очень большое разнообразие просто цветов именно по цветовой гамме. И розовые, и красные, и рыжие, и белые просто на любой вкус. Еще одна тенденция последних лет – дарить на 1 сентября комнатные цветы. Они радуют глаз не только в начале сентября, но украшают класс весь год. А к празднику их также тематически декорируют. В основном берут сейчас накануне 1 сентября школьный цветок флорофитум. Флорофитум является одним из цветков, который выделяет кислородную линию. И тем самым он полезный для всех общественных учреждений. Флористический этикет подсказывает, что подбирать цветы учителю необходимо с учетом возраста, пола и даже предмета преподавания. Юлана Чаус, Василий Савкин, Хабар-24, Караганда.